Субтитры создавал DimaTorzok И это было еще до того, как он женился на матери Абуханифы. На своем пути он увидел фруктовое дерево, свисающее через садовый забор. Представьте, вот вы прогуливаетесь и видите сад и дерево, ветви которого свисают через ограду. И он сорвал один плод и съел его, а потом почувствовал вину. Он пошел к владельцу сада и сказал, «Я съел один ваш плод и хочу за него заплатить. Мне жаль, что я не спросил вашего разрешения». Хозяин сада спросил, «Ты действительно хочешь возместить мне убытки? Тогда женись на моей дочери. Она глухая, немая, и еще, знаешь, она немного не в себе. Она, как бы это сказать, многого не понимает». Итак, она глуха, нема и, по одной из версий, даже слепа. Понимаете? Так что теперь эта идея уже не кажется такой приятной для него. Хозяин спросил, «Все еще хочешь возместить?» Саббит сказал, «Дай мне подумать». Позже он вернулся и говорит, «Если это единственный способ получить прощение...» Супанала, он боялся наказания от Господа в судный день за это яблоко. Он сказал, «Если так я получу твое прощение, я сделаю это». И вот он зашел к этой девушке в первый раз, произнеся «Ассаляму алейкум» и даже не взглянув на нее, ожидая самого худшего. А она вдруг ответила, «Алейкум ассаляму арахматуллахи о баракяту». Он удивился, «Ты меня слышишь? Ты разговариваешь? И ты видишь? А еще ты очень красивая. Как же так? Твой отец сказал, что ты не совсем...» И она ответила, «Я глуха ко всему, что вызывает недовольство Аллаха, Супанала Таля. И я не слышу клевету, ложь и сплетни. Я оберегаю свои уши от речи язычников. Я просто их не слушаю. И я немая, что касается слов, вызывающих недовольство Аллаха. И глаза мои слепы к тому, перед чем Аллах, Супанала Таля, повелел опускать взор. И я намеренно становлюсь невосприимчивой к знаниям, которые бесполезны. Я целенаправленно игнорирую все, что бесполезно для меня». Супанала, таков был ее ответ. Они поженились и родили сына Абу Ханифу. Да помилует его Аллах. Продолжение следует...